Сегодня у входа во дворец спорта «Видное» собрались не поклонники баскетбольных или футбольных баталий или участники очередного окружного мероприятия. Сотрудники производственного объединения «Албис» пришли сюда, чтобы отметить свой профессиональный праздник и день рождения предприятия. Это стабильная компания, более 25 лет на рынке. Мало того, и с моей помощью в том числе мы стали известны на всю Россию и даже за ее пределами. Поэтому я люблю «Албис». Компания «Албис» – крупнейший в России производитель отделочных материалов для интерьерного и экстерьерного оформления различных объектов, офисов и торговых центров, больниц и детских садов, объектов транспортной инфраструктуры, спорта и промышленности. У нас очень сильная линия импортозамещения. Мы готовы предоставить практически любую замену. И когда с нашего рынка ушли американские и европейские компании, мы смогли заместить на 100% весь ассортимент, с которым они работали на нашем рынке. О том, какую роль играет производственное объединение «Албис» в экономике Ленинского округа, говорит тот факт, что в канун Дня строителя поздравить коллектив с праздником и Днем рождения предприятия приехали председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко и глава муниципалитета Алексей Спасский. Уникальное производство «Албис» за это время, это почти 30 лет на рынке, это стало с одной стороны брендом, который известен далеко за пределами Ленинского района, округа, за пределами Московской области они работают. И в этом смысле это повод для гордости. Не случайно торжественная часть праздника традиционно проходит в Большом зале Дворца спорта «Видное». В производственном объединении «Албис» трудится более 1100 сотрудников, и все эти люди работают как одна команда. Наш коллектив, это начальник-подчиненный, наверное, мы не смогли бы выстроить какую-то определенную работу, слаженную работу, потому что архитектура должна быть нестандартной. Нестандартный подход применили и во время подготовки нынешнего мероприятия. Его главная составляющая – награждение памятными медалями тех, кто проработал на предприятии 10, 15, 20, 25 и 30 лет. А праздничные номера в перерывах подготовили сотрудники компании. А может, муж сидит с друзьями, а может быть, ушел в другой. Одним из тех, кто получил памятную медаль за 20 лет работы на предприятии, стал Анатолий Иванович Рязанцев. В интервью он признался, что во время первого визита на «Албис» сердце подсказало – это твое. И за все время работы Анатолий Иванович ни разу не разочаровался в своем решении. Мне понравилось это предприятие прямо с первого моего визита, еще на собеседование. Я видел его продукцию, решил для себя, что я хочу здесь работать. И я работал и развивался вместе с предприятием. Так что эти 20 лет были вообще ни разу не скучные. К сожалению, не все работники смогли сегодня собраться в этом зале. Кто-то встречает праздник на рабочем месте, но и они знают, что их труд ценят и уважают. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.